Приветствую вас. Я постараюсь ответить вам на вопрос максимально подробно, чтобы вы как-то постарались понять для себя какие-то вещи. На мой взгляд, ну, довольно важная вещь. Значит, смотрите. Во-первых, первое, что хочется вам сказать, это то, что девушка вам досталась довольно сложная, опытная. Вот. Я не могу себе знать, я не знаю, интересно она или нет, это уже вам самой, это вам самому, простите, нужно решать. Вот. Но однозначно могу сказать, что к ней нужен подход. Этот вариант поведения здесь может быть масса, но если вы не будете вызывать у нее какого-то доверия, да, если она не будет вам доверять, если она не будет чувствовать себя с вами в безопасности, если она не будет ощущать, что вы ее понимаете, принимаете такой, какая вот она есть, пусть она там и с проблемами, да, и странная и так далее, то у вас ничего не получится с ней. Вот. Ну, ничего не получится, потому что она очень быстро закроется в себе и не даст вам никакого шанса. Вообще. Вот. То, что она резко холодала, говорит о том, что она действительно боится, действительно боится, действительно боится, действительно пытается соблюдать границы, на сколько, насколько это возможно для нее. Вот. А вам, ну, вам самому, со своей стороны, также необходимо понять одну важную вещь, что вы действительно торопитесь. Вот. Потому что месяц, который вы, ну, вот, общаетесь, да, месяц, это вообще ничто. Понимаете? А, то есть, ну, это вообще ничто. То, что вы с ней общаетесь месяц. Понимаете? Вот. Ну, вообще ничто. И как бы вы на нее уже сейчас давите, да, вы на нее уже сейчас как-то вот оказываете давление, да, но вопрос-то он улучшит примерно так, а какое вы имеете основание, да, как бы вот на нее, ну, давить. Понимаете, да? Какая-то такая штука. Вот. Вот это такой вот, на мой взгляд, это очень серьезный и важный вопрос вообще. Какое основание вы имеете на нее давить? И зачем вам на нее давить вообще? Вот. И о своих мотивах, о своих желаниях тоже необходимо подумать. То есть, вы употребляете такие слова, как, значит, я, ну, меня начало накрывать, я там начал, ну, чувствовать себя как-то вообще, и как бы нуждаюсь я в ней и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, возникает вопрос. У меня к вам возникает вопрос. Тогда. Ну, я, ну, вы сами насколько гармоничны, что в отношении уже вступаете с другим человеком? Вот. Понимаете, да, какая штука? То есть, тут вот обязательно это вот нужно для себя как-то вот определить. Да? Обязательно. Обязательно нужно для себя эту вещь выделить. Вот. Ну, начнем дальше. Так. Ну, то есть, она холодна по отношению к вам. Пока что. Это, в общем, и целом нормально. То есть, ну, а вы всего ожидали. Как бы, ну, сами всего ожидали. Что она сразу к вам кинется, что она сразу будет, там, не знаю, на шею вешаться и так далее. Если вам это нужно, то, опять же, момент для чего вам это нужно. Знаете, вы, вот, вы производите впечатление мужчины, который за счет девушки, причем девушки, ну, довольно такой проблематично, да. То есть, психически, там, не совсем, психологически, точнее, не совсем здоровый, да. Вот. Вы пытаетесь решать за нее, за счет нее, значит, свои проблемы. Вот. Ну, я не думаю, что это хорошая идея. Потому что девушка, она не должна как-то вот участвовать в решении ваших проблем. То есть, если у вас есть проблемы, то вам эти проблемы и нужно, соответственно, решать самому, да. Вот. А девушка, она, как бы, не должна. А вы говорите, что вот, меня накрыло, значит, у меня появилось к ней жуткое увлечение, вплоть до маниакального увлечения, да. И так далее. Вот. Ну, история такого, понимаете. Ну, вот, вы считаете, это поведение взрослого человека, поведение взрослого мужчины, вот. То есть, с этим, с этим надо разбираться. Мы с такой моделью, девушка, она не будет чувствовать себя с вами в комфорте, а значит, и не сможет с вами адекватно строить отношения. Поэтому, если хотите, не хотите, точнее, все портите, да, вот. Если не хотите все портить, то, соответственно, я думаю, что вам имеет, ну, смысл, как минимум, как минимум. Вам имеет смысл для себя подумать. Для чего я с ней? Да, вот. Что я хочу от нее? Что мне нужно от нее? Что мне нужно от нее? Что я пытаюсь реализовать через нее, через эту женщину, через эту девушку, да, вот. Что я пытаюсь, что я пытаюсь добиться, чего я пытаюсь добиться. Вот. Вот об этом вам нужно подумать, и я полагаю, что, в общем, ситуация, она, ну, должна нормализоваться, если вы адекватно подойдете к этому вопросу. То есть у вас еще есть такой интересный момент, что вы много говорите о девушке, да, но почти не говорите о себе. Кроме того, что у вас, ну, достаточно, вот, серьезное увлечение, да, ею, вот, но вы ничего не говорите о себе. То есть что у вас там вообще происходит, в вашей жизни. Почему вы спустя месяц уже от девушки там требуете, я не знаю, там, чуть ли не какого-то, прям, повиновения, да, или что-то типа того, вот. То есть откуда у вас вот это вот взялось, откуда у вас взялась вот эта позиция? Почему вы считаете для себя это нормально? И вообще подумайте, на кого, на кого направлена, нацелена ваша активность, да? То есть, ну, вы сами для себя, да, чего хотите, чего хотели быть сами для себя? И как, ну, вместо в этом занимает девушка? Понимаете? Ну, как правило, как правило, значит, вот, вы говорите, что у вас несло крышу, да, крышу сносит, как правило, от неуверенности в себе, да, то есть ты, ну, неуверенности в себе, неуверенности, боитесь, что девушка от нас ведет, боитесь ее там потерять, возможно, боитесь как-то лишиться ее, да, и так далее. Вот я и хотел бы, чтобы вы, как следует, сами для себя бы и подумали, а зачем она вам нужна, понимаете, и так далее. Потому что сейчас вы продвигаете, по сути дела, вы продвигаете модель поведения, вы продвигаете модель поведения созависимую. Просто вот такая созависимая модель поведения у вас происходит. И если вы не хотите, чтобы это было так, если вам это не нравится, если вам это не нужно, если вы, ну, хотели бы, чтобы ситуация складывалась по-другому, что, ну, логично, что нужно с этим делать что-то, а это только личные мероприя, по большому счету. Только личные мероприя вам здесь поможет. Вот. Значит, что еще можно добавить? Что еще можно добавить? Ну, давайте посмотрим. Значит. Слательно боялась и не понравится мне. Это комплекс. Она безумно привлекательная. Сама начала сходить, значит, на ранних этапах, постепенно дойдя до маниакального увлечения. Ну, вот это плохо, что маниакальное увлечение, это растворяется в человеке. Вот. Значит, ну, очевидно, что она интроверт. Да, то есть у нее есть вот такая особенность, что свои эмоции ей выражать сложно, ну, как бы открыто. Вот. Ну, она это делает вот так вот. Через такую вот модель поведения. Да, то есть так она пытается, так она выражает свои эмоции. То есть, ну, по-другому она это делает. Вопрос в том, как бы, устраивает ли это вас. То есть, то есть она вот такой интроверт, да. Это не поменяется. Это так и будет. Так и будет происходить. Вот. И, соответственно, я рекомендую вам, ну, не забывать об этих вещах. Что ситуация меняться не будет. Она будет такой. То есть, либо она будет такой, либо потом у нее будет обратный эффект, она будет напротив. Ну, значит, значит, ну, там стало холодной сдержанной. Это понятно. Так. Вот вы пишите, меня начало резко накрывать, что человек так себя ведет, и я начал выносить мозг. Это проблема. Почему стало накрывать, зачем стали выносить мозг, чем руководство, и так далее. Отдельная тема для диалога с вами. Значит, дальше. Значит, ну, и что, если игнорит, значит, есть причина. При этом, если я долго молчу и не пишу ей, то может сама написать. Если я совсем молчу и не отвечаю даже на сообщение, то может и второе написать. Ну, и в чем проблема, пусть пишет тогда. Я не думаю, что это человек, который бросается на первого встречного. Я не думаю, что это человек, который, ну, как бы мало будет встречаться. Понимаете? Вот. Поэтому либо вы ей не доверяете, это ваша проблема. Либо вы чего-то боитесь, это опять же ваша проблема. Либо вы ориентированы на себя. В отношениях. Это не то, чтобы проблема. Это, скорее, в данном случае, вот в данном конкретном случае, это просто неприемлемо для вас. Понимаете? Потому что девушка вам ничего дать из того, что вы хотите, не способна именно вам дать. То есть вам нужно что? Вам нужно от нее внимание, какое-то открытие и так далее. Но вам этого дать не может. И вы либо принимаете это и самостоятельно как-то это добираете в себе. То есть еще вопрос, почему у вас эти потребности не удовлетворены, с чем это связано, что они не удовлетворены, эти потребности. И почему вы пытаетесь удовлетворить их за счет девушки. Либо вы их не достаете. Потому что ей некомфортно будет, если вы на нее давите. Я надеюсь, что вы это понимаете. Практически любому человеку будет неприятно, если на него давят. Практически любому. Поэтому вопрос как раз заключается именно в том, что движет вами в этих отношениях. Откуда маниакальное увлечение? Откуда накрытие? Такая вот своего рода навязчивость и так далее. Ну и естественно, почему не целовали. То есть может быть понятно, что вы не целовали ее потому что... Опасались даже, что отпугнете ее. Но если опасались этого. Того, что отпугнете ее. То непонятно, почему не опасаетесь теперь. Когда вы носите ей мозг. Ну вообще, подумайте. Мужской ли это поведение, да? Выносить девушке мозг. Ну, мне кажется, что это все-таки больше именно какая-то, ну, женская черта. Вот. Не считайте, что вы так сами. Вот. Подумайте, пожалуйста, об этом. Иначе можете все испортить. Отношения у вас вроде бы неплохие. Сами вы вроде бы ведете себя тоже хорошо. Но только вот здесь постарайтесь не переборщить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду нас помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!